Всем привет! Сегодня мы сделаем из шарика флаг Швеции. Для этого мы воспользуемся такой же техникой плетения, как и в ранее публикованной инструкции. Накачайте шарик, оставляя примерно 20-ти сантиметровый хвостик. Нам нужно будет сделать два квадратных и два прямоугольных куска полотна. Все пузыри делаем одинаково, примерно 2-3 сантиметрового размера. Начнем с синего шарика, делаем цепочку из четырех пузырей. Замыкаем оба конца цепочки из первых четырех пузырей в один замок. Вот таким образом мы сделали маленький квадрат. Теперь нам нужно сделать большего размера квадрат, работая вокруг этого маленького квадратика. Сделайте цепочку из следующих трех пузырей. И затем мы замыкаем оба конца цепочки из последних четырех пузырей в один замок. Для этого нам нужно продеть остаток шарика сквозь петлю из первых четырех пузырей. Вот мы сделали первый угол большего размера квадрата. Теперь делаем цепочку из следующих трех пузырей. Замыкаем оба конца цепочки из последних восьми пузырей в один замок. Делаем цепочку из следующих трех пузырей. Замыкаем оба конца цепочки из последних двенадцати пузырей в один замок. Продевая конец шарика сквозь петлю из пузырей, нужно работать осторожно. Пузыри могут раскрутиться самопроизвольно, если их не придерживать. Или раскрутятся, если вы их будете прокручивать в неправильном направлении. Сделайте цепочку из следующих трех пузырей. Замыкаем оба конца цепочки из первых шестнадцати пузырей в один замок. На изготовление этого кусочка полотна нам понадобилось всего шестнадцать пузырей. Поздравляем, мы сделали квадрат со сторонами четыре на четыре пузыря. Теперь мы можем обрезать остаток шарика, завязать конец и спрятать его между пузырями скульптурки. Нам нужно сделать два таких квадрата со сторонами четыре на четыре пузырей. И затем мы делаем прямоугольные куски. Опять же накачиваем шарики, оставляя примерно двадцати сантиметровые хвостики. Для прямоугольника нам нужно будет сделать два четыре пузыря из одного шарика. Давайте сделаем цепочку из первых шести пузырей. Предыдущая инструкция, мы с вами делали прямоугольник со сторонами четыре на шесть пузырей. На этот раз мы будем делать такой же прямоугольник, но слегка по-другому. Замыкаем оба конца цепочки из последних четырех пузырей в один замок. Делаем следующие два пузыря. И затем мы замыкаем оба конца цепочки из первых восьми пузырей в один замок. Вот мы сделали маленький прямоугольник со сторонами два на восемь. Это будет серединка нашего большого прямоугольника. Делаем цепочку из следующих трех пузырей. Замыкаем оба конца цепочки из последних четырех пузырей в один замок. Сейчас очень хорошо видно, как я удерживаю промежуток между пузырями, чтобы предотвратить пузыри от раскручивания. Вот мы сделали первый угол нашего прямоугольника. Делаем цепочку из следующих двух пузырей. Мы работаем вокруг маленького центрального прямоугольника. Замыкаем свободный конец последнего пузыря между, предположим, третьим и четвертым пузырями. Или, может, между пятым и шестым пузырями. В результате получится одинаковая скульптурка в любом случае. Мы сделали серединку длинной стороны большого прямоугольника. Делаем цепочку из следующих трех пузырей. И затем мы замыкаем свободный конец последнего пузыря между двумя ближайшими пузырями маленького прямоугольника. С короткой стороны. Делаем цепочку из следующих трех пузырей. И замыкаем свободный конец последнего пузыря между двумя ближайшими пузырями маленького прямоугольника. Делаем цепочку из следующих двух пузырей. Замыкаем свободный конец последнего пузыря между следующими двумя пузырями маленького прямоугольника в центре. Теперь мы делаем цепочку из следующих трех пузырей И теперь мы замыкаем оба конца цепочки из первых 24 пузырей в один замок Поздравляю, мы сделали прямоугольник со сторонами 4х6 пузырей Аккуратно обрежьте остаток шарика, завяжите конец и спрячьте его между пузырями и скульптурки Перед этим мы с вами сделали квадрат со сторонами 4х4 Всего нам нужно сделать два одинаковых квадрата и два одинаковых прямоугольника Сделанные два квадрата и два прямоугольника мы соединим между собой с помощью двух желтых шариков По аналогии, как мы делали в предыдущей инструкции Накачайте два желтых шарика, оставляя примерно 17 см хвостики Свяжите сопла обоих шариков в один узел Напоминаю, мы делаем флаг Швеции Из желтых шариков нам нужно сделать крестообразную фигуру И одновременно присоединить квадраты и прямоугольники к этому желтому кресту Вот таким вот образом Давайте начнем присоединять квадраты А затем уже присоединим прямоугольники Замкните свободный конец первого желтого пузыря между двумя синими пузырями на углу квадрата Работать всегда быстрее и удобнее с большего размера пузырями Здесь нам приходится продевать остатки шариков сквозь петлю маленьких пузырей Занятие довольно-таки кропотливое Теперь мы работаем второй шарик точно таким же образом, по аналогии с первым Делаем первый пузырь второго желтого шарика И замыкаем его между двумя синими пузырями на углу квадрата Располагаем квадраты друг напротив друга, как бы в зеркальном отображении Вот таким вот образом Теперь мы делаем вторые желтые пузыри И замыкаем свободные концы вторых пузырей в один замок Продолжаем работать точно таким же образом до следующего угла квадратов Вот мы делаем и замыкаем четвертые пузыри Работаем вокруг угла Делаем пятый Делаем шестой желтый пузырь Замыкаем свободный конец шестого желтого пузыря Работаем между двумя ближайшими синими пузырями на углу квадрата Аналогичным образом мы работаем со вторым желтым шариком вокруг угла другого квадрата Продолжаем работать до следующего угла квадрата Теперь мы будем делать девятый и десятый желтые пузыри И теперь нам нужно замкнуть свободный конец десятого желтого пузыря Между двумя синими пузырями на углу короткой стороны прямоугольника Получается, что мы присоединяем короткую сторону прямоугольника к стороне квадрата Делаем одиннадцатый желтый пузырь Замыкаем оба конца цепочки из последних четырех желтых пузырей в один замок Продолжаем работать таким же образом до следующего угла прямоугольника А там после того, как мы сделали тринадцатый желтый пузырь и замкнули оба конца цепочки из последних восьми желтых пузырей Нам нужно будет воспользоваться вторым желтым шариком, чтобы прикрепить второй прямоугольник Делаем это аналогичным образом, как мы крепили первый прямоугольник Добравшись до угла короткой стороны прямоугольника Нам нужно сделать четырнадцатые желтые пузыри на обоих шариках Замыкаем свободные концы четырнадцатых желтых пузырей в один замок Таким образом мы сделали угловые пузыри И теперь мы работаем вдоль длинной стороны прямоугольников Одновременно используем оба желтых шарика Продолжаем работать таким образом вдоль длинной стороны прямоугольника до следующего угла Добравшись до угла скульптурки, нам останется обрезать остатки шариков Завязать концы в один узел Подровнять, если необходимо, ножницами Поздравляю, мы сделали прямоугольный кусок полотна со сторонами десять на двенадцать пузырей В данном примере мы сделали флаг Швеции На моем веб-сайте feedu.com вы можете найти примеры других флагов Веселых вам выкрутасов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok